Здравствуйте, меня зовут Стрункина Валерия, я ученица 9-го А класса МБУ СОЖ номер 15 города Нерингли. И сегодня я представляю вам свой проект применения ментальных карт в работе с англоязычным материалом. Гипотезой моего исследования являются ментальные карты, которые в работе с англоязычным материалом повышают эффективность и легкость его усвоения. Объектом исследования выступают также ментальные карты. Предмет исследования — это применение ментальных карт как средство усиления эффективности изучения английского языка. Целью моего исследования стало изучение особенностей применения ментальных карт в работе с англоязычным материалом. Задача моего исследования — это определить понятия и описать структуру ментальной карты, выявить особенности применения ментальных карт в обучении, разработать и описать модели ментальных карт, а также провести экспериментальное исследование эффективности применения ментальных карт. Новизна моего исследования заключается в том, что в работе разработанной и описанной модели ментальных карт также проведен эксперимент по выявлению продуктивности метода индивидуального и группового построения ментальных карт. Методами моего исследования выступают наблюдение, сбор, обработка и анализ информации, а также описательно-сопоставительный метод. Модель номер один – I'm in Future. В рамках концепции данной работы с использованием методов исследования был проведен сравнительный анализ своего собственного желаемого образа. При составлении карты мы также закрепили лексический материал по различным темам. Также задумывались над тем, какие шаги уже сегодня можно предпринять для реализации своих целей. Данная модель ментальной карты может быть использована на этапе повторения, закрепления, обобщения и изучения лексика грамматического англоязычного материала, а также как четкое отражение ваших целей на жизнь. Модель номер два – секрет популярности книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Эта модель помогает восприятию других точек зрения относительно себя на примере главного героя романа. Я провела опрос своих друзей и родственников, из которого выявила ярко выраженные, положительные и отрицательные качества героя, затем выбрала самые частые качества, перевела их и представила их в форме ментальной карты. Продуктивность групповой работы исследовалась нами в ходе эксперимента, в рамках которого учащимся восьмых классов МБОУСОШ номер 15 было предложено коллективно создать ментальные карты с использованием изученной лексики по теме моей достижения и раздаточного иллюстративного материала. Также по итогам эксперимента учащиеся прошли тест на знание лексики, задействованной в создании ментальных карт. В выводах своего исследования могу сказать, что результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке теоретических основ применения ментальных карт в освоении иноязычных компетенций в обучении в целом. Также появляется возможность применения материалов и результатов исследования на уроках английского языка и в совершенствовании собственных навыков работы с иноязычным материалом. По итогам анализа, проведенный эксперимент по выявлению продуктивности метода индивидуального и группового построения ментальных карт подтверждает нашу гипотезу о том, что применение ментальных карт в работе с англоязычным материалом повышает эффективность и легкость его усвоения.